Уважаемые друзья, я рад приветствовать на нашем канале вас. Я вам обещал, как-то было обещание, может быть, месяц назад, привести очень интересного человека. И вот интересный человек перед вами. Это Бондарева Татьяна Валентиновна, врач-стоматолог, кандидат медицинских наук. Но чем она интересна? У нее немножко другой взгляд на медицину, то есть на то, чем она занимается. И послушайте ее, это очень удивительный человек. Я, конечно, как бы сам в удивлении, но приходится же работать, и ты видишь, что все, что она говорит, оно так и есть. Единственная проблема возникает, это, наверное, я не знаю, кроме Татьяны Валентиновны, кому еще посылать. И, может быть, мое обращение такое к вам, мы в плане организовать семинар для стоматологов или для специалистов, кто занимается ротовой полостью. И, может быть, если человек обучится и будет в банке данных, мы будем своим пациентам давать координаты для того, чтобы они решили вот эту проблему с прикусами, проблему с положением головы, с болью шеи, проблему щитовидной железы, проблему слуховых нервов, проблему вестибулярного аппарата. То есть здесь, казалось бы, перечень всего того, что формирование ложного сустава челюстного, формирование... Знаете, мне кажется, слов не хватит, чтобы все описать в этой программе. Вообще-то я пригласил, чтобы Татьяна Валентиновна что-нибудь рассказала. И мне хотелось бы самому послушать и задать ей какие-то вопросы, которые у меня там есть, такие потайные. Вам слово. Я работаю больше 30 лет в стоматологии, и около 20 лет я формировала концепцию, и сейчас она называется «человек изначально идеальный». То есть я утверждаю и я лечу своих пациентов как человека творения Бога. Вся мировая стоматология, она теоретически основана на эволюционной теории, описанной Дарвином. И оказывается, методики подхода к пациенту совершенно разные, можно сказать, на 180 градусов. Поэтому и результаты разные, и цели, которые мы ставим перед лечением у пациента проблем, тоже оказываются разные. Если я говорю, что передо мной сидит пациент «Идеальное творение Бога», значит, я изначально сразу говорю, что он генетически нет никаких у него изменений, мутаций, в маму, папу неправильного прикуса у него нет. Откуда тогда у него повреждения, страдания, которые я говорю, это страдания идеального организма. Это все следствие наших проблем с экологией. И я, так как у меня около 35 лет стажа, я могу наблюдать изменения жалоб, симптомов у моих пациентов в течение 30 лет, меняется, молодеют все проблемы, ухудшается состояние. И связано это, в первую очередь, конечно, с ротовым дыханием, которое идет от некачественного нашего воздуха. Так как мы с вестеральными терапевтами, получается, смотрим на человека одинаково, то видим, что человек обладает свойствами самовосстанавливаться, самоизлечиваться. И наша задача помочь организму человека прийти к полному здоровью и долгое время наблюдать его полное здоровье. Таким образом, цели нашего лечения, в отличие от, может быть, стандартной стоматологии, когда там не ставится такой цели, там ставится цель восстановить и укрепить инженерными методиками то, что генетически, в кавычках, слабое. В процессе эволюции ослабело, когда потеряна какая-то ориентация здоровья у человека. В данном случае мы уверены, что у человека все правильно, генетически нет никаких изменений, он может самовосстановиться, надо только ему помочь. Помочь именно в преодолении следствий неправильной экологии, неправильной культуры питания, пользования этим органом. И поэтому вот у одного и того же пациента стоматолог работает со своим зубочельственным органом, висцеральные терапевты подхватывают и работают со всем организмом, и мы достигаем полного здоровья у пациента. Опять же, надо добавить еще, член команды активный – это пациент. То, что опять же в стандартной медицине пациент, даже слово пассиус – это терпение, да, то есть он терпящий, и болезнь, и лечение – это жертва. Что делает врач, что делает стоматолог, пациент в этом не участвует. В моей методике пациент активный, член команды. Он участвует в восстановлении своего здоровья. И потом в поддержании своего здоровья тем, что он правильно использует свой зубочелестной орган. И моя задача – его научить это делать. Очень здорово. И, кстати, конечно, когда меняются взгляды, сейчас приходится, когда беседуешь с людьми, которые к нам приходят за какой-то помощью, то начинаешь интересоваться. Интересно, а какие у тебя зубы? Ну-ка, покажи зубы. Я вроде как не стоматолог, но вот эти зубы, конечно, они… Ну-ка, дай-ка заглянуть в рот. Заглянешь, а там небо высокое-высокое. А задаешь вопрос, а когда бежишь? Вот ты иногда занимаешься спортом, одеваешь спортивный костюм, побежал, и на какой минуте открывается у тебя рот? Оказывается, он только выбежал, только одел, 20 шагов сделал, уже рот сам открылся. Потому что дышать нечем. Нос не дышит, а виновата высокое небо. И, конечно, тут уже начинаешь вспоминать, ага, Татьяна Валентиновна говорила, вот что… И начинаешь рассматривать небо. А потом видишь, на этом небе то одна сторона больше завалена, то другая. Где-то оно вроде небо провисшее, а часть этого неба, оно может быть и сдеформированной. Такой вот в одну сторону сдвинутой, либо в другую сторону. Конечно, раньше как-то к этому относился постолько-поскольку. Да, ну, если уж мешает, давай пиявку туда поставим. А ведь это практически-то отставание в развитии. Это то, что ты в своей книжке… Я помню, ты там первую книжку, которую написала, или книжечку такую, ну, аккуратненькую. Брошюру, да. Брошюрку. И в этой брошюре там пишется о том, что это недоразвитая часть. А вообще всё недоразвитие чаще всего подталкивает пиявка к развитию. Ну, и как индикатор это работа Крашенюка Альберта Ивановича, это Санкт-Петербург, главный герудотерапевт, так сказать, нашей России. Ну, и, в общем-то, его работа на эту тему – всё, что недоразвитая, пиявка подталкивает к развитию. И вот, основываясь на этом учении, мы раньше ставили пиявки там на это небо, что-то получалось, что-то не получалось. Но когда я прочитал эту книжку, думаю, надо же, а тут, оказывается, надо зубами стучать, тут, оказывается, нужно… Теоретические обоснования. Да, теоретические обоснования. Конечно, в голове всё смешивается, но, понимаете, всё равно какой-то путь определяется, как помочь нашему человеку уйти, чтобы он через 20 шагов, а то и через 10 километров не открывал рта, продолжал бежать, дыша носом. А нос – это охлаждение мозга, подогрев мозга. Это состояние мозга, ацидоз, алкалоз. Вообще, это система, которая регулирует наш мыслительный процесс. Если наши дырки, извините, заклеены, то всё, мы начинаем отставать в развитии. Мы начинаем забывать, что нос – это вообще основной орган для нашего дыхания. Конечно. Никто не говорит, что ртом не дышим. Мало того, есть неправильная фраза «вдох носом, выдох ртом» – это во всех фитнес-залах вас научат. Но на самом деле это неправильная фраза. Дышать надо только носом. Вдох носом, выдох носом. Но так как у многих это не получится, наверное, вот сейчас это вошло в норму. Надо немножечко, может быть, разъяснить наши слова, которые людям могут быть непонятны. Что происходит, почему пиявка помогает, почему нужно носом дышать, что такое вообще верхняя челюсть. В чём здесь подвох? В стандартной стоматологии любой ортодон будет долго вам объяснять, что у нас верхняя челюсть одна и одна нижняя челюсть. И можно изменить положение зубов только брекетами, то есть силой раздвинуть их и поставить по кругу. Так вот, и Александр Тимофеевич точно знает, и я точно знаю, что у нас две верхние челюсти, которые соединяются нёбным швом и которые подвижны. В чём смысл? Смысл в том, что нижняя челюсть у нас очень жёсткая кость. И это самая жёсткая кость нашего организма. Но у неё два сустава. И когда мы развиваем самые мощные мышцы, это жевательные мышцы, силу сжатия во время еды, то надо же амортизировать, надо же убирать нагрузку сустава, чтобы он не вылетел, не было вывиха сустава во время еды. И вот природа нам дала две верхних челюсти. Каждый верхний челюсть работает со своим суставом. Получается, что передняя поверхность нашего черепа, как бабочка, шевелится крыльями, машет. То есть две верхние челюсти постоянно в движении, когда мы едим, когда мы сжимаем зубы. Идёт амортизация. За счёт этого у нас и идёт микроподвижность черепа. Все кости двигаются, что и приводит к хорошему кровоснабжению мозга. И если у нас идёт зажатие двух верхних челюстей, представьте крылья бабочки, что их сложили под острым углом и втиснули внутрь черепа. Конечно, там внутри черепа и так мало места. И мы ещё вот такое зажатие сделали. И получается замирание жизненно важных процессов. Поэтому моё мнение такое, что почему пиявка помогает? Она оживляет эти процессы. Улучшение микроснабжения, ферментативно. Каким-то образом вмешивается в состояние ткани, чтобы они начали сами по себе как-то оживать. То есть недоразвитая ткань. Недоразвитая, то есть замерзшая ткань. И вот она начинает двигать. Но а в чём тогда польза стоматолога? Ведь это стоматолог работает зубочелестным органом. Как правило, когда верхняя челюсть закрыта острым углом, как крыша домика, зубы расположены под неправильным углом. И получается с раннего возраста и в молочном прикуси, и потом в постоянном, идёт ранний износ эмали зубов, и затем дентина. Наш организм не может восстановить твёрдые ткани зуба. Значит, это должен сделать стоматолог. Как только пришёл к нему пациент с жалобами на какие-то проблемы с зубами, мы видим, что основные повреждённые зубы – это самые узкие зубы, то есть самые наклонённые вовнутрь зуба. Если зуб стоит широко, с ним ничего не происходит. Если он наклонён вовнутрь полости рта, он всегда будет или сильно потёрт, или шейка оголённая, или кариес, пульпиты. И в дальнейшем с возрастом на этом же месте коронка, на этом же месте удалённый зуб или имплант. Поэтому функция стоматолога – возвратить правильную анатомическую форму зуба и дать в данном случае ночная капа миката у нас выполняет функцию расслабления мышц, чтобы они отпустили это зажатое место. И тогда мозг начинает опять хорошо кровоснабжаться, кости распрямляются и оживает место внутри черепа. Сразу добавлю, что за верхними челюстями внутри находится так называемая крыловидная кость. Она одна, и она как блюдечко, на ней лежит мозг. То есть от верхней челюсти до мозга там сразу идёт следующая косточка, и всё, там нету никаких больших пространств. Ну и я где-то читал одну статью, там даже предполагают, что если швы становятся неподвижными черепа, то у человека старческая деменция быстрее развивается. И получается, что если неправильное жевание, будем отсутствие того громкого прикуса или там… Да, неправильное жевание – это резервными мышцами. Естественно, тогда микродвижение костей черепа нарушается, и тогда деменция… Да, и тогда нет кровоснабжения. Причём это доказали достаточно давно, но лет 10-15 назад уже прошли эти годы, когда был сделан социальный заказ за рубежом, и европейские профессора доказали, что когда мы именно жуём вертикально, то есть наши жевательные мышцы – это такой гамачок, на который висит нижняя челюсть. Если мы жуём вертикально, значит, у нас улучшается кровоснабжение в зоне памяти. А у вас вот есть сейчас видение, что изменились жалобы, изменился состав, другой пациент идёт, какие-то другие подходы требуются? Конечно, мы понимаем, что идёт время, меняется окружающее пространство, социальные условия, меняется жалоба пациентов. Ну вот, и сейчас немножко, не то что немножко, даже отличается те пациенты, которые в 2000 году приходили, и те пациенты, которые сейчас. Конечно, 2000 год, или даже ещё чуть-чуть пораньше, народ был в основном спортивный, то сейчас мы уже сталкиваемся с тем, что атонизация мышечных тканей, все слушают или работают с компьютерами, все увлекаются, смотрят только на телефон, сидят в инстаграмах, а в результате дефицит движения. Да, малоподвижный вопрос. Да, и вот это, конечно, иногда приходишь в какое-то общественное место, и ты наблюдаешь, а кто нам придёт на смену-то? У этого нога еле двигается, у другого нога забрасывается, у третьего плечо приподнятое, у пятого, и вот так вот смотришь, да, видно, информации о здоровом образе жизни мало. И в то же время, конечно, я тут призываю родителей, таких подростков, чтобы каким-то образом воздействовали, что спорт тоже должен быть. Спорт должен, или физкультура, будем говорить, умеренная, нормальная физкультура, которая должна присутствовать в семье. И родители должны давать пример, наверное, своим детям, потому что дети разучились. То есть они сейчас, наверное, мода идёт больше на то, чтобы изображать из себя какого-то убогого. Смотришь, может быть, тенденция моды, тенденция меняется, там то штаны висят, то идёт швыркать ногами. Тоже подчёркивает вот это. Да, одежда подчёркивает. И такое ощущение, что мир куда-то уходит в другую сторону. Сутулость, мешковидность, шарканье ногами, неправильная походка, отсутствие выправки, осанки правильные. И, конечно, в конечном итоге это обернётся тем, что количество долгожителей будет сокращаться. Я тоже за последние 30 лет, вот хорошо, когда большой стаж и только при таком большом длительном наблюдении можно это заметить, поменялся портрет нашего населения. Если раньше пожилые люди были немощные, то есть после 50-60 лет люди уходили на пенсию, мы привыкали, что это пенсионер, он может быть сутулый, у него что-то с зубами, шамкующий, хотя тоже не все были, да. Люди доживали до 80 лет, чтобы потом что-то такое проявлялось. Но они жаловались на высокое давление, на головокружение, проблемы с сердцем. У них становилась, да, шаркающая походка. То теперь, а тогда молодые люди были все подтянуты, худые, стройные, спортивные. То сейчас мы видим, молодёжь идёт, шаркающая, в свободной одежде, которая подчёркивает это вот такое действительно расслабленность тела. А люди в возрасте стараются вести здоровый образ жизни, ходят с каким-то там, скандинавской ходьбой, с палками, занимаются здоровьем. То есть та молодёжь, которая была спортивной 30 лет назад, она сейчас вроде как пенсионного возраста, но она совершенно не собирается сдавать позиции, и она такая же старается быть подтянутой, и весёлой, здоровой, следит за своими здоровьем, и интересуется, как это сохранить здоровье. У молодёжи сейчас здоровья изначально нет, но это не их вина. Это вина всё ускоряющиеся темпы экологических проблем. Вот это ускоряется темпы. То есть развитие цивилизации со всеми их проблемами. Поэтому я, молодёжь, не могу в этом винить. Но если мы сейчас не начнём противодействовать так называемой подмену понятий, то у молодёжи потеряется ощущение «А что такое нормальное здоровье?» То есть они будут считать, что они здоровые, хотя у них кружится голова, у них неправильно стоят подошвы на земле, у них проблемы с коленями, можно сказать, с молодого возраста, проблемы с зубами, с головными болями. Но кто-то может им сказать, что это всё правильно, это всё нормально. Ведь нам внушают, что мы несимметричные. Лицо у нас несимметричное, одно плечо выше другого иногда тоже могут сказать, что мы же несимметричные, головокружение у подростков это норма. То есть уже идёт вот эта подмена понятий, уже идёт. И наша задача сохранить ориентиры здоровья, дать людям информацию, а что такое полное здоровье? Вот в данном случае в стоматологии полное здоровье это наша абсолютная симметрия по зубам. Мы же видим в зеркало, что у нас симметричные зубы абсолютно отзеркаливают форму друг друга. Значит, не надо верить, если кто-то скажет, что вы несимметричны, потому что генетически у вас там в папу и маму что-то. Надо добиться этой симметрии по положению нижней челюсти и верхней челюсти по оси симметрии лица. Второе подмена понятия в стоматологии это, что все зубы должны быть стиснуты во время закрывания рта. И передние зубы, и боковые зубы, передние зубы должны всегда быть в воздухе, всегда между ними должна быть небольшая щель, когда задние зубы закрыты. Таким образом, мы спасаем свою социально значимую зону улыбки, потому что если что-то происходит с передними зубами, мы начинаем терять социальную значимость. Что происходит сейчас с некоторыми, ну, и даже молодыми людьми, если у них что-то с передними зубами ломается или портятся зубы, они сидят дома около компьютеров, вообще не выходят из дома. То есть, молодые люди теряют свою социальную адаптированность в обществе. Тоже из-за, можно сказать, неправильной ориентированности на здоровье. Да, так что, конечно, мы как бы идем своим путем, но, опять же, мы пытаемся исправить, исправить, что, конечно, что желудок, он не должен болеть у каждого, а только у определенного, который имеет какие-то и психологические проблемы. Или там проблема почек, почки, это страхи, это, ну, мало ли, человека напугали в свое время. Страх разрушает почки, так же, как проблемные почки вызывают страх. То есть, прямая и обратная ситуация. Но это не значит, что у человека вот эта тема должна быть. Человек должен быть как бы независим, он должен, органы должны работать в такой ситуации, когда наша психика, она подвержена все-таки нашей голове, а не просто так на каких-то жить на одних эмоциях. Эмоции гнева, если проблемная печень, или эмоция страха, или эмоция обид, а это все внутренние органы. И часто люди начинают обижаться просто на ровном месте, но из-за того, что один из органов страдает. И, конечно, этого не должно быть. Опять же, это, к сожалению, неправильная наша информированность. То есть, нам ведь как в медицине обычно говорят, ну, у вас больная печень, ну, у вас почки, гломируем нефрит, почки, и начинают лечить таблетками. И складывается такая картина в голове, что я со своими эмоциями, со своей жизнью, информацией, это отдельно, а моя почка заболела, ну, еще мне могут сказать, что на нее напали бактерии, то есть, это бактериальный какой-то воспалительный процесс. А вот то, что это все взаимосвязано, и мало того, что нам природа дала все механизмы, чтобы вылечиваться самим, это мы забываем, и очень важно давать эту информацию всем людям, что мы не изолируем, почка не изолирована от всех нас. Мы понервничали, мы на кого-то обиделись, будет болеть почка. Ну, что же мы такие рассыпающиеся, прям почка болит, я на кого-то обидел, сразу почка болит. Нет, природа нам дала механизм защиты. Это надо пробить эту защиту. Как она пробивается? Основной орган снятия стресса, ночью мы сцепляем зубы, скрижащим зубами. Мы должны сбросить все эти обиды, всю эту информацию, эмоции через жевательные мышцы. Жевательные мышцы опираются только на зубы правильной анатомической формы. Природа дала нам механизмы защиты. Есть у нас сознание, есть у нас какая-то культура, которая позволяет нам понять, что обижаться не стоит, особенно длительное время. Ну, бывает, что эмоционально, мы же эмоциональные люди, мы живые, бывает, но какое-то осознание, что это все скажется на твоем здоровье, и на зубах, и на почках, и на желудке, это тоже есть. То есть общая культура сохранения здоровья и психологическое, психическое, и физическое, вот что нам надо доносить до пациентов и помогать им, активно помогать восстанавливать здоровье именно вот в этом объеме, в полном. А не то, что уролог лечит почки, терапевт лечит ангину, стоматолог лечит кариес. Пациент не знает, он вообще мозаика, что он из себя представляет. И вот если мы на человека взглянем, как на единый целый, где все друг от друга зависит, вот тогда будет интересно выздоравливать, и будет совершенно неинтересно болеть. То есть мы будем понимать, что я вчера пообижался, скрипел зубами, все все сломал, а завтра у меня более в пояснице может быть почка среагировала на это. И тогда мы будем комплексно же подходить ко всем проблемам. Ну да, появится человек, который сможет определить, что вот здесь вот такое и такое напряжение. Напряжение, да, надо снимать, все напряжения надо снимать. Жизненные напряжения и в почках напряжение. Ну и тут же стоматология. Стоматология, куда без не деться. Ключевой орган, оказывается, зубочелесной орган у нас ключевой. На нем очень все завязано. И наше сознание, и снятие стресса, и наш баланс тела, потому что вестибулярный аппарат находится за мышелком жевательного органа. То есть в наших ушах находится улитка среднего уха, наш вестибулярный аппарат. Если стоматолог поставил низкую пломбу, человека, можно сказать, перекочит, потому что мозг будет ориентироваться только на зубы. Зубы показывают наш горизонт. Низкая пломба, значит, мы уже на горе стоим. Глазам мозг не верит, поэтому мы ночью можем где-то ходить по горам, подниматься. То есть не видеть горизонт абсолютно, но при этом двигаться и чувствовать себя прекрасно. Вот. Поэтому от зубов зависит очень многие наши проблемы. И вот это наше сотрудничество, когда висцеральная терапия и правильная стоматология начинает одинаково глядеть, смотреть на здоровье пациента, это приносит, конечно, очень хороший результат. В то же время, когда ко мне приходит пациент после висцеральных терапевтов, после остеопатического, после коррекции тела, то у него очень быстро выравнивается прикус без всяких претитов просто на расслабление мышц. То есть я иногда пациентам говорю, что я делаю остеопатию во рту. То есть мы делаем расслабление мышц, сам организм выравнивает прикус нам, выравнивает деформацию черепа. И после этого можно уже снимать напряжение внутренних органов, обучая при этом пациента лишний раз не нервничать, не обижаться, не вызывать в себе отрицательных эмоций. То есть опять психология тут же завязана. А это означает, что пациент это активный член команды. Он должен, понимая все это, он должен менять свою жизнь, свои взгляды и свое отношение к своему телу. Да, конечно, это все настолько интересно, что я думаю, на первых этапах наверное я своих докторов сначала направлю на ваш семинар, чтобы врачи с Элиси сам. Да, чтобы они понимали вот эту тему. Ну и естественно все это во всей завязке давало бы очень интересные результаты в решении проблем наших пациентов. Помогать решать эти проблемы. Ну вот, и чтобы и стоматология, и висцеральная практика, они получали такие вот сверхрезультаты, которые ну я даже не знаю как-то улучшали состояние человека в социуме, ну и качество жизни. Ну, если это будет в массовом, как бы в массах внедрено, вот представьте себе такую мечтать, да. То есть каждый человек понимает, что здоровье в его руках, он следит за состоянием и зубов, правильно вовремя расслабляет свои мышцы жевательные, чтобы сбрасывать стресс правильно, следит за внутренними органами, за своим питанием, за своим спортивным состоянием, требует или сам же участвует активно в соблюдении экологии, чтобы сохранять нашу природу, чтобы был свежий воздух на земле. И представляете, какое общество нас будет окружать прекрасное, которое знает, что обижаться нельзя, злиться нельзя. То есть экологическое правильное отношение между людьми и отношение к природе. Ну, вот нас таким же и создал Господь Бог. Если мы представим себе по мечтам, то мы фактически вернемся на круги своя и в нулевую точку, что она же так и создавали. Природа-то вот она и готова нам помогать. Мы и есть природа, которая должна к себе вот так относиться. Жалко, конечно, что наше время истекает. Хотелось бы поговорить больше об этих точках соприкосновения. Ну, и хотелось бы увидеть у нас в нашем зале твое выступление и наших специалистов. Да, и более конкретно по клиническим случаям, это мне кажется, всем было бы интересно. Тот материал, который я у тебя увидел, когда ты показывала, как меняется ротовая полость, он вообще-то, конечно, поражает. Я думаю, что многие из слушателей, кто занимается висцеральными практиками, конечно, они хотели бы это сами увидеть своими собственными глазами, да и на себе попробовать. ну, я думаю, что нас, может быть, Татьяна Валентиновна и научит чего-нибудь хорошего. Итак, друзья, подписывайтесь на наш канал, ждем вас в гости и ждем от вас вопросов. Я думаю, что с Татьяной Валентиновной мы сможем ответить на те вопросы, которые вы будете задавать. Спасибо. До встречи.